МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире территория Тольятти. Программа о городе, где каждый день происходит что-то важное, интересное и необычное. Вместе с вами мы освещаем актуальные темы, злободневные вопросы, текущие проблемы и ищем пути их решения. Итак, сегодня в программе. Неуправляемая, управляющая. Жители бывшего общежития на улице Победы недовольны ни состоянием дома, ни качеством коммунальных услуг. Почему карт-плата за маленькие комнаты сопоставима с суммами за отдельные апартаменты? И куда уходят деньги? Разбиралась наша съемочная группа. Мороз и вишня. День чудесный. В Тольятти в рамках масштабного фестиваля зимних видов спорта «Жигулевское море-2015» прошел чемпионат России по кондитерскому искусству «Жигулевская вишня зимой». Поехали! Это просто какой-то кошмар. С потолка все капает постоянно на голову. Арматура из плит уже видна, сверженностью огонила, соответственно, скоро весь бетон будет падать нам на голову. Ну, соответственно, все в грибке, ракове нормальное, никаких условий нет. Экскурсия по бывшему общежитию, что находится по адресу улицы Победы, 17, периодически напоминает кадры из постапокалиптических фильмов. Здание 1963 года постройки ни разу капитально не ремонтировали. Здесь следы косметического вмешательства уже незаметны. Коммунальные авралы для жильцов в последние годы – это скорее правило, чем исключение. Трубы, видите, все гнилые, у нас гнилые, постоянно засоряются и постоянно у нас потоп. Отсюда, значит, идет ниже и все время в сырости живем. На просьбе заменять трубы вам что говорят, хотя бы обещают, когда? Ну, обещают, а когда – неизвестно. Я три года живу здесь, и пока никаких сдвигов нет. Только три года я живу, обещают, а люди уже по 20 лет живут. И никакого ремонта еще не было. На пяти этажах вдоль коридоров расположены 111 типовых комнат по 18,5 квадратных метров каждая. Удобства и кухни общие. Находиться здесь, говорят люди, подчас просто опасны для здоровья. Ну, у нас, вот сами видите, какой потолок. Штукатурка просто свисала. Мы ее сами сбили, скажем так, потому что мы увидели, что она свисает. Мы ее сбили, так она упала так, что она сломала раковину и ее просто уронила. То есть, если бы здесь стоял человек, то просто бы убило насмерть. И у нас еще вообще-то и дети есть, которые приходят и моют посуду. Шестой год дом обслуживает управляющая компания номер 5. А ранее здание имело статус ведомственного общежития и находилось на балансе мэрии Тольятти. Качеством коммунальных услуг люди крайне недовольны. У нас был случай, когда неделю, наверное, где-то мы ждали слесаря, когда у нас стек унитаз. Пока в конце концов не прорвало и не затопило до подвала полностью. Там у нас спортивный клуб в подвале. И приехала аварийка, закрыла. Только тогда они нам все поменяли. То есть, звонили, говорили, бесполезно. То есть, пока вот уже аварийка не случается, они не приезжают. Ничего не делаете, не предпринимаете никакого. Ни текущего ремонта, ни капитального ремонта. Тут даже бывает проблема заменить пробку. Посмотрите, у нас вот сколько, 12 семей? 12 семей. Здесь не работает раковина? Здесь не работает раковина. Здесь раковина тоже, она забита и с трудом. А утром бывает помыться, и не проблема. Ну, видите сами, арматура голеда, грибок, кирпичи снаружи вываливается. Им все проблема. Даже пробку заменить вот у крана, и то бывает проблема. Не дождешься, бывает недели по две. При этом счета за коммунальные услуги жильцам приходят регулярно. И цифра в квитанциях сопоставима с суммами, которые платят собственники отдельных квартир. Так, за две комнаты по 18,5 квадратных метров, без туалета и кухни, Ирина Короленко платит по 4700-4800 рублей в месяц. Люди негодуют и вовсе отказываются платить. Это невыносимо, невыносимо так жить. Платить мы не собираемся. И я не платил и платить не буду, я отказываюсь. Да, по 144 рубля. Пускай конкретно приедут в мою комнату и со мной заключит договор. Вот когда они сделают ремонт, вот тогда я конкретно буду за что-то платить. Понятно? А до тех пор, пока они не будут капитального ремонта, я ничего здесь платить не буду. А у многих такая позиция здесь? У всех. Конечно, у всех. Да вы в каждую комнату зайдите, у каждого такая же. Позиции. С вопросом, куда идут деньги жильцов, мы обратились к руководителю 5-й управляющей компании. Вадим Гусев пояснил, что его организация муниципальная и приняла здание на баланс, так как коммерческие структуры, брат заведомо убыточный объект, отказались. Вадим Юрьевич не отрицает, дом в катастрофическом состоянии, но все тарифы соответствуют действующему законодательству. Так как здание Де Юра поменяло статус и стало так называемым МКД, многоквартирным домом, а де-факто так и осталось общежитием. Поэтому мест тарифы именно получается такой высокий, из-за места общего пользования. Комнаты маленькие, коридоры, одни большие, длинные пролеты, да, вместе с холлами, вместе с комнатами отдыха, с колясочными, с какими-то залами, которые к ним, вот благо в каких-то общежитиях это идет в аренду, да, они перекрывают, а в каких-то они пустуют. Они просто пустуют, но они в собственности. Поэтому вот эти все места, они раскидываются плюсом, как общее имущество, на квартиры. И поэтому, соответственно, у них такие корплаты высокие. Конечно. Стратегия неплатежей, которую избрали многие жители, только усугубляет ситуацию, говорит Гусев. С 2014 года средства на капитальный ремонт собирает региональный оператор, а не управляющий компанией. А раньше на эту статью расходов по квитанциям набиралось не более 35 тысяч рублей в год. Средств едва хватало на текущие работы. Сегодняшний долг 17-го дома превышает 1 миллион рублей. Руководство управляющей компанией также оформило заявку на ремонт душевых и умывальных комнат в мэрию Тольятти. Цена вопроса около 2,5 миллионов рублей. Понятно, что сами жители такую сумму не соберут. Но даже если проект утвердят, кардинально проблему это не решит, говорит Вадим Гусев. Только реконструкция поможет. Только реконструкция. Но это глобально, еще раз повторюсь. Это места общего пользования, разбросать на каждую комнату, ну, по крайней мере, это экономически невыгодно сейчас сделать. Легче, мне кажется, новый дом построить. Поэтому, как сейчас с этой ситуацией выйти, мне пока затрудняет сказать. И если этого не сделать, все проблемы останутся на том же уровне, на каком они и были. Дом собрать не может. В бюджете, естественно, дефицит у нас. Ну, естественно, если капремонт сработает, то дай Бог. В 2015 году дом включен в очередь на капитальный ремонт за счет средств регионального оператора. Речь идет пока только о замене кровли. Между тем, жители обращаются в надзорные инстанции, чтобы проверить правомерность действий управляющей компании. Мы будем следить за развитием событий. Завораживающее зрелище. Именно такие ассоциации возникают, когда видишь десятки разноцветных куполов, воздушных змеев над заснеженной акваторией Волги. Чемпионат России по сноукайтингу проходит в Тольятти в десятый раз. Но впервые в рамках масштабного фестиваля зимних видов спорта «Жигулевское море-2015». Помимо турниров по спортивным дисциплинам на многочисленных площадках проходят развлекательные программы, мастер-классы, творческие выступления. Найти занятия по душе, на свежем воздухе и в прекрасной атмосфере здесь могут люди любого возраста. Здесь очень здорово. Я на таком фестивале на самом деле первый раз. Я вот сейчас получаю огромное удовольствие. Общаюсь с людьми, встретила очень много знакомых. Много разыгрывала с призов на сцене. Участниками соревнований стали спортсмены из 30 городов страны. Среди гостей – тольяттинцы, самарцы, жители соседних областей. Фестиваль «Жигулевское море» – показательный пример того, каким может быть успешный событийный туризм в регионе. Каждый турист, если будет оставлять в транспортных компаниях, в гостиничных, в развлекательных, торговых, ресторанных предприятиях эти средства, безусловно, экономика региона будет тоже расти. Это одно из перспективных направлений, его однозначно нужно будет поддерживать. Учитывая, что туристко-рекреационный кластер, он в стратегии развития региона занимает одно из ключевых вещей. Еще одной оригинальной событийной площадкой в рамках фестиваля стал первый открытый чемпионат России по кондитерскому мастерству «Жигулевская вишня зимой». Эти цветы – не простые произведения искусства, а съедобные, выполненные умелыми руками участниц соревнования. Эту композицию с сахарной мастейки кондитер Людмила Черкасова создавала двое суток. Это долго, довольно-таки долго, потому что руками все это делаешь, получается кропотливый труд, очень мелкие детали, тщательно прорабатываешь, чтобы все элементы были красивые, ровненькие, гладенькие, чтобы этот сюжет смотрелся. Кондитеры соревнуются в изготовлении композиций сахарных цветов, украшений тортов на муляжной основе, лепки из мастейки и сборки торта с вишней, из вишни или украшенного вишней. А главным судьей выступила чемпионка мира по кондитерскому искусству из Исландии, рожденная в России Мария Шрамко. Кондитер – это флорист, это художник, это архитектор, это скульптор, это дизайнер, это все. Не знаю почему, но в России у нас специальность кондитера – это как-то не ценится, я бы сказала, занижена. А это все-таки, вы посмотрите, кондитер. Я их называю люди хорошего настроения. На сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, вы хотите поделиться на болевшем или ищите справедливости, пишите на электронную почту. А свежую порцию новостей о жизни города мы подадим вам ровно через неделю. До встречи на территории Итальяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова